Сегодня действительно собираем немножко по-другому, чем мы всегда собирали на СВО. Конечно, сбор отличается, но практически все, что мы отправляли на СВО, то и здесь в этом комплекте тоже имеется. Единственное, что здесь нет никаких приборов радиоэлектронных, видеонаблюдения, коптеров и так далее. Здесь практически мы сегодня собираем все то, что требуется в госпиталь. Мы сейчас с вами только что грузили машину, куда грузили подушки, одеяло, простыни, наволочки, продукты питания. Это то, что уйдет уже завтра утром в 9 утра, машина уедет в Курскую область. И конкретно она уедет в госпиталь, где мы знаем, что точно в этом госпитале нуждается вот этой помощи, потому что это нестандартный, необычный госпиталь, который там много времени работал. Это практически новый развернутый госпиталь. И понятно, что он в чистом поле и много чего туда нужно поставить. Мы знаем то, что нужно и какие заявки есть. Это то, что уедет в нас завтра. Ну и мы собираем большую помощь. То, что уедет в нас в понедельник, в понедельник вечером, ну вернее в ночь на вторник, это непосредственно уедет сам в город Курск, уедет на распределительный пункт, куда свозят все. И оттуда уже на специальных машинах будет доставляться в горячие точки, доставляться мирным жителям. А это значит все то, что необходимо. То, что, скажем, представьте себе, что человек остался без дома, человек остался без кровли. И временно его поселили или в сад, или в школу, которая не предназначена для проживания людей. Вы помните, как у нас приезжали люди, когда мы принимали беженцев, это было два года назад, и люди приезжали с пакетиками, а в этих пакетиках только были одни документы. И ничего больше у них не было. Вот сегодня такая же ситуация, которая находится прямо на границе боевых действий с Украиной в Курской области. Мы сегодня собираем, я хочу сказать, что откликнулись очень много. И в основном весь сбор у нас будет проходить в понедельник на территории администрации. То есть это для тех, кто захочет принести, помочь, это задний двор администрации, где находятся гаражи. В одном из гаражей мы сегодня здесь, и мы видим, что уже этот гараж наполовину полный. Я хотел бы сказать, что наше предприятие, которое выпускает одеяло и подушки под брендом «Даргис», они уже нам вчера дали 200 одеял, 200 подушек. Сегодня я не могу всех перечислить, потому что утром большой гараж был пустой, а сегодня уже практически он полный, не считая той машины, которую отправили. Мы сегодня видим и продукты питания, мы сегодня видим, знаю то, что в пределах 400 килограмм речки, 300 килограмм вермишелей, это дали те ребята, которые готовят в больнице, для нашей больницы продукты питания. То есть они подарили, мы знаем, что в понедельник будет завоз и тушенки, и консерву, и всего остального. То есть это то, что будет загружено, но если брать скрупно, мы договорились с компанией «Славич», которая производит воду, сегодня вода на передовой дефиците, и они нам дают 12 палетов воды, это 12 тонн. Мы договорились также с предприятием, который нам дает большую машину-фуру. Мы сначала будем грузить на «Славич» воду, потом будем догружать всем остальным, ну и, конечно же, наша «Козель», которая тоже уйдет туда же, в сам Курск. Адрес у нас уже есть, мы то, что знаем, куда ехать, и мы то, что знаем, что везти. И сегодня все, кто увидит сейчас этот ролик, это обращение, я хотел бы, чтобы вы поняли и не остались равнодушными. Потому что та помощь, которую может сегодня оказать каждое предприятие, каждый человек, простой гражданин нашего округа, она действительно сегодня необходима тем людям, кто в этом нуждается. А нужда сегодня действительно есть. Знаете, я хотел бы еще добавить, те люди, которые не хотят помогать, пожалуйста, оставьте свои комментарии при себе, не надо ничего комментировать. Потому что вот эти комментарии, а где страна, а где государство, мы об этом будем рассуждать, обсуждать после того, когда это все закончится. А это закончится точно, закончится, мы знаем, что победу и ничем другим, мне это невозможно, потому что мы видим с этой обстановкой, которая была в Белгороде, которая была в Курске. Сегодня мы знаем, что были прилеты дронов в Липецкую область, и мы видим, что это стряхивает нас всех, стряхивает наших жителей, потому что даже те люди, которые никогда не задумывались о какой-то помощи, о каких-то, скажем, таких своих эмоциях, чем помочь и что остальное, то сегодня мы видим, что к нам присоединяется все больше и больше людей. Спасибо всем тем, кто отзывается. Я надеюсь, что в понедельник каждый, кто желает, у кого есть возможность, сделает свой вклад и придет вот сюда, на эту территорию, ну, скажем, и принесет то, что может. Большое всем спасибо. Надеюсь, что неравнодушных людей в нашем округе становится с каждым днем все больше и больше.